Дамы и господа, я вас приветствую! Незаметно подкралось лето. В ММА Штили вроде бы ничего не происходит. Ну разве что Фёдор Емельяненко подписал новый контракт с Беллатор и продолжит помогать аптечным сетям в распространении валидола и подгузников, так необходимых фанатам во время просмотра его последних поединков. Хабиб и Дастин Парье провели самую унылую пресс-конференцию из тех, что мне доводилось видеть, и оставшиеся до их встречи два с лишним месяца нам с вами будут ездить по ушам с рассказами о шансах американца, которых, конечно же, нет. В это же самое время Тони Фергюсон одержал уже миллионную подсчёту победу подряд и продолжает ждать Хабиба. Но тот, видимо, так и останется в памяти болельщиков бумажным чемпионом, потому что только на словах он Лев Толстой, а на деле он каждый раз оказывается в клетке с беспартерным тощим ударником, а потом пропадает на годы. А ещё омский гангстер Пётр Ян в шаге от боя за временный титул чемпиона UFC, Конор Макгрегор по-прежнему на пенсии, а Иуда Емельяненко продолжает насиловать велосипеды. Вот как в нескольких словах можно описать происходящее в ММА в июне. А всё потому, что главные страсти весь месяц кипели на территории кулачных боёв, где этой ночью состоялся эпохальный матч между Артёмом Лобовым и Полом Малиньяджи, который я предлагаю обсудить сегодня. Но сперва уделите всего несколько секунд вашего внимания парням, благодаря которым, я надеюсь, мы с вами будем видеться гораздо чаще. Спонсор показа – компания 1xbet. У них всегда большие коэффициенты и быстрые выплаты. А с моим промо-кодом ты получишь жирный бонус. Все ссылки ищи в комментариях под этим роликом. Переходи, регистрируйся и получай бонусы. Трусливое бегство из лагеря Конора Макгрегора с последующим предательством. Распускание рук до боя, плевки и откровенное мамоёбство. Да уж, пожалуй, чтобы болеть за Поле Малиньяджи в матче против Артёма Лобова, нужно было находиться с ним на одном уровне разложения личности, вызванного то ли многочисленными сотрясениями мозга, то ли употреблением тяжёлых наркотиков. Что с тобой не так, мразь? Но должен признаться, что в победу Лобова над ним я не сильно верил. Чемпионами мира по боксу не становится просто так. И колоссальный опыт дерзкого Макаронника, помноженный на явное техническое превосходство, казалось, поможет ему обвести вокруг пальца в ринге без хитростного рубаку. Вопрос был лишь в том, в какой форме находится сегодня Малиньяджи, боксировавший последний раз в 2017 году. Наиболее эффективный метод нейтрализации опытного боксера задолго до этого поединка описал большой Джон Макарти. Лучший рефери в ММА советовал прилипнуть к Малиньяджи, включить на всю катушку грязный бокс и методично кошмарить противника в клинче. Если бы я был на месте Артёма, я бы знал, что мне следует делать. Я бы понимал, как нужно готовиться и что показать в ринге. Я бы отвёл Пола Малиньяджи в мир, в котором он никогда не был, потому что там, откуда он происходит, это считалось бы грубейшим нарушением правил. В его мире, при попытке войти в клинч, поединок прерывается, тебе говорят «стоп, никаких захватов», и всё продолжается в центре ринга. Слушайте, Артём же много времени уделяет грэплингу, и если у него есть голова на плечах, то он сделает правильные выводы. Он крупнее Малиньяджи и сильнее его физически. Он может завести Пола в действительно скверное для боксёра место. Конечно, если он понимает правила игры. Но если он выйдет боксировать с Поли, то проиграет этот матч. Просто потому, что как боксёр Малиньяджи лучше. Но даже имея в руках такой золотой ключик к победе, наш с вами Буратино временами делал всё возможное, чтобы дать Малиньяджи почувствовать себя свободно, и по заветам Фёдора Емельяненко, работал на сильной стороне своего соперника. К большому сожалению, кровавой виндетты так и не случилось, и поединок не оправдал наших ожиданий чуть менее, чем полностью. Как метко выразился после его окончания Джейсон Найт, Поли был напуган до усрачки. Бравировавший своими боксёрскими навыками до боя, в ринге Малиньяджи показал лишь попрыгушки на месте, с неплохим разрывом дистанции при защите от одиночных ударов, хорошие уклоны в паре первых раундов и острый джеб во втором и третьем отрезках. А в целом Поли не продемонстрировал ничего. По крайней мере, толковой атаки мы от него так и не увидели. Стала ли причина этому сломанная, по словам боксера, во втором раунде рука, можно только догадываться. Лобов же постоянно прессинговал, особенно остро поработав на скачке комбинациями в первом и последнем раундах, добавляя к своим сериям тот самый рекомендованный Маккарти грязный бокс клинче. Именно это и работало. Пол уклонялся от одиночных ударов, но не мог уйти целиком от серий, и в комбо из трех-четырех ударов Лобова один обязательно прилетал полу либо в голову, либо в корпус. В итоге сбылись предматчевые предсказания Артема. Он таки пробил две дыры в башке Поли, нанеся ему как минимум одно серьезное рассечение и пару мелких. А престарелый Малиньяд же отбегал все пять раундов, изначально выйдя за чеком. Это явно не то, чего мы с вами ожидали после тонн трэш-тойкинга и первого выступления Лобова в BKFC, когда он располосовал в лохмоте и свои руки, и физиономию Джейсона Найта. Победа остается победой, но Малиньяд же практически слил этот бой. И это вкупе с ванильными обнимашками и хешпектами после матча, но одно разочарование. Тем не менее, выигрывая раз за разом на поле кулачных боев, Артем Лобов начинает оправдывать свое прозвище у российских фанатов и становится той самой легендой, которая не смог стать в ММА. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!